Начали, грубо говоря, просто приходить тела товарищей. И я не смог усидеть здесь. Вадим Бичук был призван в первый день мобилизации в марте прошлого года. Летом поехал в зону АТО. Он командовал взводом 93-й бригады. Воевал на передовой в Песках, Авдеевке, Тоненьком и в Донецком аэропорту. Во время боевого задания был ранен. После демобилизации Вадим планирует вернуться на фронт. В поселках Пески, там стоял батальон «Восток». Достаточно большой, серьезный, укрепленный блокпост. Штурмовали блокпост, получил ранение. Видимо, понравился снайпер. Одна из проблем, с которой сталкиваются бойцы после дембеля, это получение статуса участника АТО. Военнослужащие не всегда могут предоставить приказы о прибытии и выезде военных из зоны АТО, а также копии командировочных листов. Решение этих вопросов берут на себя военкоматы. Посодействовать обещают и областные чиновники. Как только получают ребята соответствующий статус, здесь включается уже областная администрация, то есть включается государственный орган. И ребята получают соответствующие пособия, льготы, то есть все, что им причитается по полной программе, я же говорю, под это и с полной финансированием. Кроме того, бойцов, которые целый год защищали Украину на передовой, на блокпостах, в блиндажах и окопах, ждет медицинская и психологическая реабилитация. На Харьковщине создали единый реестр демобилизованных. В течение трех дней после возвращения они будут проходить медосмотр и получать соответствующее направление, кто в госпиталь, кто в санаторий. Они вынужденно перенесли и температурные нагрузки, холодовые, и эмоциональные, и физические, недосыпание длительное, стрессы. Ходят некоторые с болезнями, некоторые просто требуют отдыха, некоторые требуют помощи специалистов тех или иных профилей. Одну из наиболее трудных составляющих восстановления бойцов медико-психологическую реабилитацию готовы взять на себя специалисты санатория Берменводы. Здесь согласны разместить одновременно более 80 военнослужащих. В Берменводах говорят, посттравматические стрессовые расстройства распространены у людей, прошедших тяжелые испытания войной. Для этих случаев в санатории используют арома- и климатотерапию, а также водные процедуры, которые успокаивают нервную систему и тонизируют. Но самое главное, в лечебном учреждении есть квалифицированные специалисты. Стресс проявляется не только нарушением психоэмоциональной сферы. Это обостряющаяся язва желудка, это появляющая гипертоническая болезнь на ровном месте и очень часто сахарный диабет. А это все в начальной стадии, когда он попадает на курорт, можно вовремя скорректировать. На психологическую помощь бойцам планируется выделить около 50 миллионов гривен из госбюджета. Для примера, 24-дневный курс восстановления одного военнослужащего в Берминводах обойдется в 10-12 тысяч гривен. Но даже такую возможность оздоровления, считают в санатории, бойцам нужно предлагать тактично и вежливо. Это не сумасшедший, это не какой-то агрессивный человек, представляющий опасность для окружающих. Но человеку, у которого могут быть расстройства настроения, то есть какие-то субдепрессивные проявления, болезненно-пониженное настроение. Раз. Второе, это может быть апатия. Третье, наоборот, повышенная раздражительность это может проявляться. Нарушение сна. Вот эти признаки должны сразу настораживать. Американский психолог Фрэнк Пьюселик, прошедший войну во Вьетнаме, по всему миру проводит семинары по работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами участников боевых действий. Говорит, солдат не может сразу переключиться и жить обычной мирной жизнью, если еще вчера жил под обстрелами и отовсюду ждал опасности. Заходит сын сбоку. У него в руках новая игрушка. Электрическая игрушка с новой батарейкой. Он хочет показать папе. Включает игрушку. Звук точно такой же, как Калашникова. Одним ударом ломает шаю ребенку. И отец ненавидит себя до конца жизни. Действовать, когда есть угроза, доверять только проверенным друзьям, быть непредсказуемым, анализировать свое окружение, планировать худший вариант развития событий и отключить эмоции, иначе смерть. Это те правила, по которым живут солдаты, прошедшие войну, говорит психолог. Чтобы помочь им адаптироваться к мирной жизни, нужно учитывать специфику фронтовых будней. Они могут стать потрясающе полезными, сильными, умными, ценными. Но прежними и обычными они больше никогда не будут. Обычное нормальное исчезло. Психологи говорят, приспосабливаться к новому образу жизни нужно не только бойцам, вернувшимся из зоны АТО, но и их семьям. Трансформация затрагивает не только воина, она затрагивает и членов его семьи, и эту мысль им тоже нужно доносить, и они должны быть к этому готовы, что меняться им придется. Для этого волонтеры организовали клуб жен демобилизованных военнослужащих, где опытные специалисты консультируют женщин, как понимать супруга и правильно реагировать на поведение человека, пережившего войну. Также в Харькове открыли адаптационный центр для бойцов АТО, где защитникам Украины будут оказывать психологическую и юридическую помощь, а при необходимости помогут восстановиться на прежнем рабочем месте. Самая большая проблема – это психологическая адаптация человека, который год находился в особых условиях, часто в плохих бытовых условиях, и безусловно он находился в особом психологическом состоянии. Они разучились доверять людям. На сегодня демобилизовали уже 900 украинских солдат. Треть из них служили на Донбассе. Всего из зоны АТО ждут возвращения более 2,5 тысяч бойцов. Елена Захаренкова, Борис Буцевич и Алексей Жучков. Объектив неделя.